Ну что ж, не так давно вышел этот GS-King X, но новые прошивки от Beelink'а уже начинают подоспевать и с добавлением новых функций. На этот раз сетевых, поэтому сегодня мы с вами кратко рассмотрим новое обновление на канале Технозон. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ссылка на оригинальный обзор этого Beelink'а, ссылка на обзор прошивки на базе Android TV от Sasflat, а также ссылка на проверенного продавца на этого Beelink GS-King лежит в описании под видео, как и ссылка на топ-5 девайсов в разных ценовых категориях и пультов в том числе. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры, но сейчас я говорю вам, хаубанк, ребята, это же бубльку на канале Технозон. Поехали! Воу-воу! Вот так вот выглядит у нас стандартная прошивка Beelink'а, столь полюбившийся нам интерфейс. Пробуем, не поломали ли они виджет погоды. Знаете, было разное, видел я. Так, Запорожье заработало мой родной город, 26 градусов, шикарная погода. На прошлой неделе было 42. Теперь, если мы пойдем в настройки, мы с вами увидим сразу же, что у нас появилась вот такая вот штука, как сервер архива. Они, конечно же, там заявили, что не очень много всего исправили, различных багов стартовых. Но нас сейчас это не волнует. Мы с вами разбираем конкретно вот новинки этой прошивки, сервер архива, который, если мы заходим, то мы здесь можем задать рабочую группу, мы можем задать имя NetBIOS, мы с вами задаем логин и пароль. Да, мне не хватает здесь мульти-доступа. То есть, если бы я организовывал в своей студии сеть многоуровневую, то это конкретно программа не для этого. То есть, но, в принципе, можно взять LandDrive Pro и попробовать организовать там многоуровневый доступ с разными, скажем так, пользователями. Это можно. Плюс здесь можно выбирать, какое хранилище вы можете, внутреннее хранилище, либо именно USB. Здесь к USB относятся и жесткие диски, которые подключаются через SATA, они тоже считаются USB. У нас сервер запущен. Плюс у нас добавили вот V-Line руководства. V-Line руководства это конкретно вот функционал NAS с удаленным доступом через облачные хранилища. То есть, V-Line, они здесь написали, V-Line это продукт, основанный на VPN-сетях с разнообразными игровыми возможностями, мощными функциями. Он может быстро получать доступ к удаленной сети V-Line и управлять ее, позволяя пользоваться. Ну, короче, там много всего интересного. У нас есть открытая сеть, есть у нас частное облачное хранилище, сейчас будем пробовать. Установка программы, вот у нас есть с вами QR-код и есть как у нас зарегистрироваться. Здесь вот полная-полная инструкция, это мега удобно. То есть, B-Link начал делать инструкции прямо в своих прошивках. Плюс у них есть еще инструкция по простой настройке этого самого B-Link. Информация об учетной записи. Есть у нас настройки. Слушай, столько интересного тут. Состояние, сеть, устройство, обзор устройства, что здесь с ним можно делать. Диагностика устройств локальной сети, функции NAS. V-Line предоставляет универсальные функции управления NAS для M3, M8 и других устройств, интегрированных с функциями NAS. M3 это миниатюрный сервер данных с функциями устройства NAS. Он можно централизованно управлять данными различных устройств, таких как телефон, компьютер, телевизор и планшетный компьютер. То есть, фактически вы можете взять все свои устройства, синхронизировать с этим B-Link и все сгружать оперативно туда. Это действительно неплохо. Поставили два жестких диска и все, и забыли. Тут вот есть как загрузить, управление передачей, резервное копирование телефона можно осуществлять. И есть у нас какое-то системное сообщение. Нас это, в принципе-то, не волнует. Хорошо. Свитчип тоже будем разбираться. Остальное все осталось неизменным. Все работает. То есть, если мы зайдем в AIDA64, у нас не нарушили ни Wi-Fi модули, ни LAN RG45. Ничего. То есть, это 4х64. Тот же центральный процессор. То есть, вообще ничего не поменялось. Температура в крайне низкая. Даже мониторить не стоит. Температура процессора 36 градусов. Это при работающей функции V-Line, как на сервере и работающей функции Samba сервера. Плюс вы можете его использовать. Если мы с вами захотим добавить диск. Вот у меня один уже подключен. На 4 терабайта жесткий диск. Но подключается это все очень просто. Мы нажимаем с вами подключить сетевой диск. Вводим IP адрес. Если вы не знаете метку Тома, то это не страшно. Нажимаете обзор. Он появляется. Если с первого раза не появилось, нажмите еще раз обзор. Появляется ваш B-Link. И вот мой жесткий диск. Я выбираю его. Например, здесь у меня будет папка торрент подключена, как внешний жесткий диск. Нажимаем готово. Если он запросит логин и пароль, то, конечно же, предоставьте ему данные. Попробуем сейчас его скорость работы. В него подключен LANA G45 на 1000 мегабит. Работает это все через роутер Xiaomi AX3600. Это Wi-Fi 6 роутер. И попробуем скопировать просто-напросто какой-нибудь фильм на рабочий стол. Просто закинем и посмотрим на скорость. Итак, скорость 78 мегабайт в секунду. Это отличная скорость. Вот поверьте. То есть, ну, средняя у нас будет... Пускай 75 мы возьмем. Средняя скорость 75... Сейчас я вам скажу. Множить на 8. Это 600 Mbps он передает данные от Samba сервера на компьютер. Это вообще отличный результат. То есть, это хороший NAS начального уровня. Такого мега начального совмещенного с TV-боксом. То есть, я не скажу, что это мега NAS сервер. Я его там прям советую покупать. Нет. Я просто показываю его функции. У нас скорость опустилась до 54 мегабайт. 50 я так понимаю, что это все зависит еще и от кэша. Но, в целом, это классная скорость. Классная. Давайте остановим. А, вот она пошла обратно в рост. Давайте остановим. Сейчас попробуем туда закинуть что-либо. И посмотреть скорость, с которой он будет его принимать. Тут же еще все зависит от того, насколько у вас хороший интернет. Вот давайте видео какое-нибудь мое скопируем. Плюс у вас должны быть достаточно быстрые и жесткие диски. Давайте копировать. И на запись он, ну, то же самое. Вот 70, ну, 60, 70, 70 мегабайт в секунду. 70 мегабайт в секунду в среднем. Это ни много ни мало. Сейчас скажу. 70 умножить на 8. Это он принимает со скоростью 560 мегабайт в секунду. Шикарно. Вот что я могу сказать шикарно. Давайте сразу включим телефон. Попробуем тот же самый доступ на смартфоне. Сейчас мы с вами выберем Explore. Нажмем поиск серверов на текущий момент. И вот есть у нас 192.168. Сервер у нас найден. Введем имя пользователя и пароль. Сохраним. И заходим на Beelink. Попробуем что-либо скачать. В том же самом торренте. Брат, давайте копировать. В SD-карт даунлоуд. И смотрим. На смартфон, к сожалению, передается 14-15 мегабайт в секунду. Ну и здесь уже сам по себе вопрос не к Beelink. Потому что мы видели с какой скоростью он способен отдавать. Вопрос к организации через Explore. То есть здесь необходимо поменять клиент и к самому смартфону, который подключен к Wi-Fi сети. То есть здесь только это влияет 16 мегабайт в секунду. Чтобы вы понимали, 16 мегабайт в секунду это 128 mbps. Ну это ограничение самого телефона. Я с таким уже на нем сталкивался. Хорошо. Работает. То есть мы спокойненько с этим работаем. Теперь давайте попробуем с вами поработать с V-Line. Что же у нас такого дает V-Line? Давайте установка программы. Дело в том, что V-Line вы можете установить и из Play Market. То есть вы там можете устанавливать его из какого-то источника. Но он есть в Play Market. Дело в том, что на сайте он есть и для Android, и для iOS, и для Windows. Поэтому, ну для того, чтобы установить на компьютере. Мы нажали Agree. Тут в принципе все на английском языке. Я уже зарегистрировался. Инструкция, как здесь регистрироваться, есть. Я зайду по своей учетной записи, которую я регистрировал ранее. Итак, мы видим наш девайс. Первое, что хочу вам сказать, что здесь есть прикольное. Мы можем нажать. То, что мы можем поделиться девайсом, это одно. То есть мы нажимаем Share Device. Нажать Sharing. И можете просто-напросто сосканировать девайсом и получить доступ к нему. Просто его расшарить. Но, теперь смотрите. Member Management. Это нас не интересует. Node Configuration. Вот. Мы можем получить доступ в интернет с этого девайса. Это значит, что девайс стоит там. Вы в мобильной сети, либо в какой-либо сети. И для обеспечения безопасности вы получаете облачный доступ. Либо доступ к подсети. Например, я хочу получить доступ к интернету, к которому подключен этот самый BeLink. Здесь тысяча мегабит. Я могу там, допустим, отображать страницы, либо что-то загружать прямо в сам BeLink с достаточно большой скоростью. Это классная фича. Хорошо. Поехали сети. Ну, здесь у меня одна сеть обозначена. И, в принципе, тут другого больше ничего нет. И можно у нас тут ничего не зашарено. Мы ничего не шарили. Тут есть какой-то магазин. Я, честно говоря, не разбирался с ним. Есть Message. Есть у нас Transmission. Это значит то, что было передано или загружено. Системные сообщения. И есть File Sharing. То есть вы можете здесь шарить файлы. На этой странице у нас есть достаточно интересные опции. Здесь мы можем бэкапить фото. Можем бэкапить контакты. Мы можем бэкапить прямо на жесткий диск. Плюс вы можете добавлять ресурсы. Это если, допустим, вы хотите подключить в программу V-Line свой BeLink только на другой телефон, на другой V-Line, либо на другой аккаунт. Вы можете, допустим, в дочке дать доступ. Есть у нас Device Management, где мы можем зашарить девайс. Мы можем с вами посмотреть конфигурации, ну, те же самые, которые я уже вам показывал. И есть у нас локальная диагностика. То есть, фактически, выбрав BeLink, мы можем посмотреть Realtime, Status, Info. У нас сейчас ничего нет. Сохранять логи. И, в принципе, такое. Я вам скажу. V-Line достаточно интересная программа в плане того, чтобы именно бэкапить фото. Вы можете туда пушить файлы. И, ну, опять же, вы должны понимать, что, ну, V-Line, это, знаете, это неплохая программа вот такого тоже начального уровня. Вам просто дарят подписку безлимитному. И я, честно говоря, таким не пользуюсь. То есть, вы можете, конечно, там, почитать на самом боксе, что в нем делать. То есть, в данном случае бэкапить контакты, бэкапить фото, расшаривать свой девайс, использовать интернет вашего девайса. Поэтому это, конечно, не самое лучшее решение, но это маленькая приятность, которая есть в этом самом бэлинке. Но главное, что меня порадовало, это именно вот этот вот сервер архива, который они встроили. То есть, у нас фактически есть при перезагрузке в самом Core-ELEC тоже возможность подключения самбы. Плюс у нас здесь есть именно сервер архива в самих настройках. Больше ничего они сюда ощутимого не внесли, но это вселяет надежду на то, что они будут и дальше разрабатывать. Кстати, давайте попробуем торрент какой-нибудь проиграть. Давайте в торсервер сейчас посмотрим. Я вчера смотрел аватар на 100 гигов. Давайте аватар на 100 гигов проиграем. А что ж поделаешь? Нужно же когда-то 100 гигов и аватары смотреть. Но знаете, данный монстр становится очень примечательным. Тут у нас пошел 100 гигов и аватар очень примечательным в плане своих возможностей. То есть, со временем, я думаю, вообще ромоделы допили. То есть, в отличие от Minix, а Beelink это платформа открытая. Не всем ромоделам презентуют свой Beelink. Ну, дорабатывать, ребята. Кстати, Minix UX22, вернее, UX22XJ уже совсем потерялся. На него Android TV прошивки нет. Никто ничего с ним не делает. И это просто-напросто приспортно. С горем пополам подняли Core-ELECT. Но дело в том, что Core-ELECT можно поднять на любом Амилоджике. И ради этого платить 170 долларов за Minix UX22XJ абсолютно не стоит. Но готов пройти прорезюмировать. Ладно, играет 100 гиговый торрент, 100 гиговый аватар. Честь и хвала ему. Готов идти резюмировать данную прошивку. Я считаю, что Beelink действительно продвинулся неплохо в направлении развития этого продукта. Ну, а если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока, ребят.